Переговоры о проведении матчевой встречи по смешанным боевым искусствам между командой «Хайкик» и клубом «Ахмат» шли несколько месяцев. 30 августа спортсмены смогли провести поединки на ринге Дворца спорта. В соответствии с санитарными нормами на матче разрешили присутствовать только родственникам спортсменов, даже самые маленькие из которых любят этот вид спорта. Он очень хороший, очень хочу постоять за себя. Бойцовский клуб «Ахмат» – серьезный соперник. Его спортсмены основательно готовились к этому турниру и были готовы показать весь свой потенциал. Каждый боец бойцовского клуба «Ахмат» находится на личном контроле главы Чеченской республики, героя России Рамзан Ахматович Кадыров. Поэтому ребята все приехали сюда, которые неоднократно прошли горнила различных турниров, которые не разу отстаивали честь и республики, и клуба, и Российской Федерации. Тем не менее, напряжение в зале не чувствовалось, ведь встреча дружеская. Это отметили и представители администрации, и советы депутатов муниципалитета, выступившие с приветственной речью. Это начало большой дружбы двух клубов, это начало нового уровня и начало тех спортивных мероприятий, которые будут. Гостей в «Видном» встретили празднично. Под традиционную чеченскую музыку танцевали юноши и девушки в национальных нарядах. Почетным гостям матчевой встречи вручили награды, прозвучала речь духовных наставников-спортсменов. К началу соревнований в зале царило всеобщее воодушевление. В соревнованиях, конечно, нужно желать, чтобы побеждал сильнейший. Ставьте рекорды, ставьте цели, добивайтесь этого. В рамках встречи прошло 10 поединков. Спортсмены выступали в трех возрастных категориях – 12-13 лет, 14-15 и 16-17. Для наименьшей травмоопасности для каждой весовой группы были введены особые ограничения. Так, к примеру, бойцам в суперлегком весе запрещено использовать удары ногой в голову или ударную работу в партере. Исходя из их возраста уже подбираются тот формат правил, который менее травмоопасный. Главная наша задача – это здоровье спортсменов и чтобы в этих условиях они определяли победителя. Потому что наша задача, в первую очередь ММА, Союз ММА России, как вида спорта ММА – это войти в олимпийскую семью. В первом бою победу одержал юный боец из Грозного. Схватка закончилась буквально за пару минут. Мамет уверенно вырывался из захватов и удерживал соперника. Я даже не могу описать, какие у меня сейчас ощущения. Я очень рад. Напряженным стал третий бой. Несмотря на высокую подготовку спортсмена Ахмата, Арсен Арекелян из хайкик давал ему достойный отпор. Победу одержать не удалось, но спортсмен смог получить новый опыт. Очень достойный. Видно, что готовился. Ну, видно, что бой был по делу. Кто больше готовился, кто без игрок. Но подобные соревнования – это не только большой опыт, но и крайне важные победы. Он принялся в тяжелую решетку грамму. Три дня назад скончалась его мама. В 35 веке и было. И этот пояс он посвящает ей. Бои закончились победой клуба «Ахмат». Его бойцы забрали все пояса. Однако тренер видновской команды Артур Варданян не расстроился. Он уверен, что это только подстегнет спортсменов к покорению новых высот и оттачиванию навыков. Дети должны расти именно с родителями с сильным командой. Это и дает стимул, это и дает в дальнейшем хорошее будущее в спорте. По заверению организаторов, в настоящий момент переговоры о подобных матчевых встречах ведутся с клубами в США и Китае. Александра Столярова, Сергей Ларин. Видно этого. Рукурник! Рукурник!